Honor 50 уже продается у нас, стоит он конечно не дешево, я считаю время поговорить честно о качестве камеры. Кроме снимков мне хочется также обсудить альтернативу в лице других смартфонов. По начинке этот смарт похож на предфлагман, но конкуренты за небольшую доплату или такие же деньги предлагают спеки лучше. Honor 50 и 50 Pro получили одинаковый набор датчиков 108, 8, 2 и 2 мегапикселя, тест про модели есть уже на канале. Из коробки китайская версия имела проблемы с камерой, но смарт обновили и снимки стали лучше. Думаю у вас такой проблемы не будет. Среди конкурентов у нас продается отлично Mi 11i, это глобальная версия Redmi K40 Pro Plus. У него крутой супер амолед экран от Samsung 120 Гц HDR10+, с пиковой яркостью 1300 нит. У него стоит флагманский процессор Snapdragon 888, основной датчик тут тоже 108 мегапиксельный, сверхширик 8 мегапиксельный и 5 мегапиксельный телефото макро датчик. Что забавно, камера умеет записывать 8К при 30 кадрах после последнего обновления, а Honor может только 4К при 30. А кум у Xiaomi немного больше, но проводная зарядка 33 ватта. Смарт в России стоит от 38 тысяч рублей, а Honor я напомню от 35. Я думаю вполне уместно говорить о ценах до 40, поверьте доплатив несколько тысяч, можно взять смарт на ступень выше. Ещё из конкурентов есть Galaxy A72, он фотографирует лучше, у него есть трёхкратный оптический зум с оптической стабилизацией изображения, ширик с более высоким разрешением, но у него слабее процессор, лучше оболочка. Аккумулятор на 700 мАч больше, лучше экран, и вырез под селфи-камеру сильно меньше. В этот список можно включить также и Xiaomi 11T, потому что он стоит от 40 тысяч за базу 8-128, в то время как у Honor за 35-6-128. Экран у него тоже более продвинутый, AMOLED 120 Гц, HDR10+, с пиковой яркостью 1000 нит. У него есть защита IP53, основная камера 108, 8 и 5 мегапикселей. Аккумулятор чуть больше, ёмкостью 5000 мАч, с проводной зарядкой 67 Ватт. Внутри смарта стоит новый процессор Mediatek Dimensity 1200 Ultra, про него ничего сказать не могу, не тестировал. По баллам он мощнее Snapdragon 778G, но конечно в этом году линейка Тео от Xiaomi сильно подкачала. Финальной моделью в этом списке станет Realme GT, это по сути аналог Pocophone F3, только от Realme. У смарта есть Super AMOLED экран, есть 120 Гц, процессор Snapdragon 888 с прокачанным охлаждением. Аккум тут почти такой же, 4500 мАч с поддержкой проводной зарядкой 65 Ватт. Да, у этого смартфона камеры слабее, чем у Honor 50 и других моделей в списке, но память будет 8128. Да, у этого смарта камеры слабее 64,8 и 2 мегапикселя. Этот смарт продаётся от 38 до 40 тысяч за базовую версию 8128.